Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Обновление проспекта. В Саратове продолжается реконструкция главной пешеходной зоны. Инициатива наказуема. Безразличие чиновников и гражданская активность. Пожар в Кристалле. Почему скрывают информацию об инциденте в Ледовом дворце? На проспекте Кирова продолжаются работы по реконструкции главной пешеходной зоны Саратова. Об эту тему сломано немало копий. Главные нарекания звучат по поводу перекрытия улицы для прохода граждан. На проспект зачастили рейды общественников, бизнес высказывает робкие недовольства происходящим. Но все оказалось не столь однозначно, как кажется на первый взгляд. А можно ли было иначе организовать работы в самом центре Саратова? С какими трудностями пришлось столкнуться при их проведении? Это выясняла наша съемочная группа. Реконструкция главной пешеходной зоны областного центра – масштабный проект, который требует не менее масштабных работ для его реализации. Решение полностью перекрыть площадь перед консерваторией объясняет подрядчик. Всю площадь пересекали высоковольтные кабеля, которые находились в очень плохом состоянии, которые были заложены в 50-е годы. И в связи с тем, что полностью пересекали площадь они целиком, в нескольких местах, нам пришлось закрыть целиком участок, дабы избежать негативных последствий. На сегодняшний день всю кабельную продукцию, которая была необходима, мы опустили вниз на нужные отметки. То, что было совсем непригодно, мы переложили, положили новые кабеля. Вот смотри, вы вот этот уровень поставили, да? Да. Вот как бы у вас все хорошо. А вот если ты поднимаешь, то еще. Устанавливаем закладные под будущее освещение и прохватываем освещение, которое непосредственно кабельному продукцию в гофре под будущее стало. То есть выглядит так. Мы сейчас ставим везде закладные, потом делаем полностью поверхность, а потом, когда уже нет ни тяжелой техники, ни каких-то травмот связанных с механическими повреждениями, мы ставим уже столбы и вешаем как бы освещение. Сейчас на проспекте Кирова перекладывают коммуникации. Они изношены на 90%. Вместо нескольких водопроводов будет проложена одна магистраль. У нас на проспекте находится 79 колодцев. Они тоже находятся в не лучшем виде. И когда компания КВС начала этим заниматься, то те планшеты, те схемы и карты, которые находятся у них, не соответствуют действительности. Потому что в разное время, начиная с 60-х, 70-х, 80-х годов, проводились работы где-то хозспособом, где-то еще что-то. И они, когда делали вскрышные работы там, где показывают их схемы подключения подводка к домам, то, я так назову, там из 10 колодцев скрышных, которые они должны были выйти на свои коммуникации, из 10 попали только две. Это говорилось лишь о том, что они сами не видят, где у них под землей находится коммуникация. На одном из участков проспекта уже начали укладывать щебень. К концу недели будут заливать бетоном. К временным неудобствам, с которыми пришлось столкнуться, многие саратовцы отнеслись с пониманием. Да ничего, пробираемся вот и через песок, и через горы. Ладно, ничего страшного. Мы его всякие видели, когда троллейбусы здесь ходили, и все. Надо делать коммуникацию. 21 век, да, сейчас все. Надо, надо, надо. Потерпим. Будет здорово, видимо. Будет лучше, чем было. Это хорошо. Походим пока в кроссовках, а не в босоножках, но ничего страшного. Зато будем радоваться потом новому проспекту. Хорошая улица, большие истории, прекрасные и так далее. Для города очень значимая. Но то, что временные неудобства, что надо это пережить. Это делают свое имя горожан. Рано или поздно это надо было бы делать. Ну, сделали, слава богу, поделали. Переживем, переживем. Мы понимаем, что реконструкция масштабная нужна. И очень приятно, что в рамках этой реконструкции сегодня мы видим замену коммуникации. Теплоснабжение, водоснабжение, новые трубы, новый ввод заменили, и консерваторию в том числе. И поэтому, конечно, возникают временные трудности. Но я думаю, ради будущего, ради той прекрасной улицы, которая будет. Потому что мы в рамках общественной палаты несколько раз встречались с проектировщиками, обсуждали проекты, носили какие-то изменения, к нам прислушивались. И то, что должно получиться, я думаю, это будет очень серьезное, очень красивое сооружение, которое будет еще в большей мере привлекать сюда жителей нашего города. Проспект имени Кирова в марте этого года победил в рейтинговом голосовании по выбору территории для благоустройства в Саратове. Именно за старейшую в стране пешеходную зону отдали свои голоса большинство горожан. Уже к середине осени Саратовский Арбат обещают сдать полностью обновленным. А уже в следующем году по-новому заиграет современный светомузыкальный фонтан у консерватории. Хотим, чтобы следующее лето восстановленный, по-новому реконструированный наш проспект Кирова с новым фонтаном продолжил ту пешеходную зону, которая начинается с набережной. И в принципе мы сегодня уже занимаемся проработками и будем проектировать. Это следующий участок, в том числе это площадь Кирова от улицы Чапаева до Мирного переулка и выходим на улицу Рахова. И вот ту пешеходную зону, да, оно замкает. В ходе реконструкции проспекта переложат 28 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, усовершенствуют ливневки, установят новые архитектурные формы и высадят деревья. В Саратове благоустраивается не только проспект Кирова. Надо отдать должное властям, они наконец-то озаботились вопросами создания комфортной городской среды. У нас уже который год ремонтируются дворы, устанавливаются новые детские спортивные площадки, в планах обновления скверов и парков. Столичный тренд добрался и до нашего города. Единственное но – финансовые возможности областного центра явно не дотягивают до Москвы. Сделать хорошо сразу и всем объективно не получается. В таких случаях чиновникам, казалось бы, нужно двумя руками приветствовать различные гражданские инициативы по благоустройству. Где-то жители разбили клумбу в собственном дворе, где-то засеяли газон или посадили деревья, ну а где-то захотели своими силами обустроить детские площадки для своих чад. И вот тут-то и начинается самое интересное, когда здравая гражданская инициатива разбивается о бюрократической равнодушии и чиновничьи бездействия. И происходит подобное, увы, не только в областном центре. Эти кадры, если не возвращают нас в детство, то, по крайней мере, должны радовать. Детвора под присмотром играют на свежем воздухе на площадке, сделанной руками родителей. Но, как оказалось, дети могут не только радовать, но и раздражать, вызывая, к примеру, вот такие недетские перепалки на форумах. В полутора метрах от моего окна находится детская площадка, где днем орут ненормальные дети. По сути, ее и детской площадкой нельзя назвать. Одна качель и две скамейки. Как можно ее снести? Голову себе снеси или сдай свою халупу и переедь куда-нибудь, где потише. Чужие дети, они всегда ненормальные. А для своих почему-то хочется не сносить площадки, а строить. Этот сильно причесанный диспут может служить эпиграфом к истории, которая приключилась в Энгельсе, где по адресу Волжский проспект 13 мама троих детей Елена Фишер соорудила на прилегающей к своему дому территории вот такую, может быть, не суперсовременную, но вполне устраивающую местную ребятню детскую площадку. Однако пара качелей и детский смех пришелся по душе далеко не всем. Оказалось, что во время массовых игр взрослые в целях безопасности закрывают часть площадки вот такой временной пластиковой сеткой. А потому прохожим нужно сделать несколько шагов вправо, чтобы обойти играющих детей. Многие даже не замечают этой мелочи, но есть и те, кому протоптанная тропа куда удобнее за асфальтированной Еленой дорожки. За возмущенными возгласами некоторых соседей в энгельскую администрацию полетели жалобы. Елена Фишер обращалась в несколько городских инстанций с целью узаконить использование вот этой пластиковой сетки, обеспечивающей ту самую безопасность, о которой так радеют чиновники. Но оказалось, все не так просто. От многодетной мамы потребовалось оформление земельного участка. Процедура занимает по минимуму несколько месяцев, а также экспертизу качелей. Вдобавок ко всему на площадку обрушилось сразу несколько проверок. Я написала Тепину, я писала Узбякову, в ЖКХ обращалась и отказ. Формулировка такая земля муниципальная общего пользования и к ней должен быть доступ у каждого. Временное ограждение, оно только по двум сторонам, оно также дает доступ каждого. Была комиссия земельный комитет Скориков из ЖКХ, представитель Узбякова, начальник земельного комитета был. Они мне сказали, что в частном секторе устава нет, чтобы делать детские площадки. Детей, как будто в частном секторе, нет. Здесь живут одни старики. То есть, а то, что у нас здесь на двух улицах уже целое поколение в один класс ходит. То есть, эти дети должны сидеть дома и гулять там, где-то около школы, беспризорной. Сами того не ожидая, стороны доигрались до суда. Администрация Энгельского района обвиняет Елену Фишер в самозахвате земли. Хотя площадка доступна для всех желающих и требует освободить для прохода ту самую протоптанную ногами старожилов дорожку. Обратились в суд для того, чтобы, скажем так, юридически правильно узаконить эту площадку, признать ее все-таки детской игровой площадкой и определиться, какие, если это детская игровая площадка, то, соответственно, привести ее в нормативное состояние по безопасности для использования по назначению. Администрация города Энгельса вышла с иском, то есть, убрать данные, качели, лавочки, все-все-все. Там оживленная трасса, где вылетает неоднократно машина. То есть, там нет никакой тротуарной зоны, которая должна быть. В связи с этим, как бы, клиентка моя неоднократно говорила, я за свой счет это сделаю. Почему-то у нас администрация не идет на это. Только всего убрать. Убрать ничего. Земля муниципальная. Все. Чиновники доходят до суда, отвоевывая земли для редких прохожих. В то время, когда пешеходные тротуары на улице с названием Волжский проспект вовсе отсутствуют. И кто решил, что в частном секторе не может быть детских площадок, когда даже такая, сделанная своими руками, отрывает ребят от компьютеров и планшетов, давая новые эмоции от живого общения. В последний раз у нас собралось около 20 человек детей, даже более. Приезжали из Саратова даже мамочки. Они учатся дружить, быть в команде, потому что устраиваем всякие разные конкурсы, именно такие командного типа. И для них это интересно и важно. И собраться так больше нет нигде возможности у нас. Поэтому собираемся здесь. Увы, но подобные ситуации, по мнению депутата областной думы, Леонида Песнова, становятся скорее правилом, чем исключением. Пример тому детская площадка в Солнечном, сюжет о которой мы снимали год назад. Там, по адресу Зыбина, 8, активисты своими руками построили площадку для детей. И хотят лишь одного, чтобы ее не снесли. А для этого нужно, чтобы город взял земельный участок на свой баланс. Область не против. Городу до этого нет дела. Хождение за одной печатью продолжается уже 5 лет. Год прошел. В администрацию Кировского района обращались города. Комитет по имуществу, по-моему, правильно называют, да? В общем, комитет по имуществу готов отдать им безвозмездно. Берите, ничего не надо. Но они не хотят, ибо не хватает им денег, нет денег у них, чтобы содержать. Хотя содержать ничего не надо, мы и сами содержим. Ну, вот как бы глупая ситуация, но тем не менее она есть. Здесь надо понимать, что если элементы благоустройства, связанные с детскими спортивными площадками, включаются в общедалевую собственность, это влечение затрат. Это всегда вызовет отторжение другой части собственников, которые, ну, прямо говоря, не имеют там детей, или у них нет потребности в этих плоскостных сооружениях. Должно быть конструктивное взаимодействие района. Семьи пролежьей компании, которые, естественно, обслуживают граждан, должны иметь желание, мотивацию, чтобы их завтра не сменили, собственники, содержать эту детскую площадку и разъяснять тем собственникам, у которых, допустим, будут какие-то возражения. Ребята, ну, извините, дети растут. Это наши дети. Это ваши внуки. Иногда шучу, но иногда плачу. Что в любом дворе, в новом квартире, доме, три проблемы. Машины, детские спортивные площадки и лавчика у подъезда. Ровно пополам. Вот у вас дети есть, вы тогда и платите за эту площадку. Что вообще такое? Там с машинами, понятно, вы ездите. Так уже и с лавками у подъезда. Зачем нам лавочки? Да, ребят, ваши соседи просили, я поставил. Да нет, завтра тут молодежь пить будет. Люди перестали любить друг друга, уважать друг друга. Есть разобщенность, есть желание нагадить ближнему, чтобы ощутить от этого моральный оргазм. Но это же нельзя. Все вот начинается вот с того, что происходит в том микрорайоне. К сожалению, злость в людях на сегодняшний день очень высокая. И вот это все, что происходит, это звенья одной цепи. К сожалению, за примерами такой нетерпимости к нетихим детским играм далеко ходить не надо. Так жители Нижнего Новгорода сделали непригодной и опасной для использования детскую металлическую горку, залив ее жидким гудроном и засыпав осколками стекла. А в Железногорске Красноярского края депутат, проигравший выборы, распорядился выкопать горку и другое оборудование детской площадки, которое было им установлено незадолго до выборов. Что остается? Надеяться на то, что взрослые дяди и тети вспомнят, что они тоже родом из шумного детства и не будут отбирать его у этих мальчишек и девчонок. Мне нравится качаться на качелях, играть с друзьями. Мы играем, здесь друзей зовем, играем в цыплякованные, как Пашка сказал. Много веселух. Ну, мы начинаем прыгать, скакать, зажигать. На этой площадке я зову очень много друзей. Если бы у нас этого не было, то бы мы просто сидели дома и все, скучали. Сразу несколькими скандальными историями отметился детский хоккейный турнир, который завершился на минувшей неделе в Саратове. Соревнования были приурочены ко Дню Знаний. Участие в них принимали игроки 2009 года рождения. 29 августа, за день до финала турнира, в «Кристалле» произошел пожар. Сгорела гостевая раздевалка Ледового дворца, та, которую обычно используют соперники нашей взрослой команды. Эти кадры мы снимаем днем 30 августа. Обгорелые и закопченные стены, поврежденная мебель. Во время пожара в раздевалке находилась форма детской команды «Ладо» из Тольятти. Вот все, что осталось от нескольких комплектов. К счастью, никто от огня не пострадал. История с пожаром в «Кристалле» покрыта мраком. По данным источника редакции, работники Ледового дворца, чтобы попытаться скрыть произошедшее, сами ликвидировали возгорание. Не прояснила ситуацию и обращение в службу МЧС. Вызывали ли сотрудники «Кристалла» пожарные службы, когда, собственно, возгорание произошло? Потому что у нас информация, что они тушили собственными силами. Если напомните число, я вам расскажу про пожар. По нашим данным, это было 29 августа. 29 не было. Давайте посмотрим 28. Ну, может быть, да, 28. А в какие дни турнир проходил? Ну, вот как раз неделя перед первым сентября. Ну, прошлой недели. Потому что я смотрю, сейчас уже 26 число. Ну, может быть, они действительно не заявляли и сами это все тушили? Ну, сводки этот был пожар, только вот я не могу припомнить число какое. Поэтому сейчас вам не могу сказать конкретней. Могли бы тогда написать нам лучший запрос, мы его отдадим руководству. За несколько дней в МЧС так и не смогли ответить на наш официальный запрос. Причина такой таинственности и нерасторопности непонятна. Пожар в Ледовом дворце – событие нерядовое, тем более во время детского турнира. Однако об инциденте в итоге сообщило лишь наше издание, благодаря информации от читателей. А это вновь кадры от 30-го числа. Слово родителям участников соревнований. Нам просто рассказывали, что здесь раздевался пожар был. Когда, не скажете? Ну, это бы вчера. А не скажете, нам просто сообщили, что здесь вчера пожар раздевалкой был. Да, но это не в нашей команде там. А у какой? У Лады. А сильно, может, раздевалка страдает? Я не знаю, че, что это. Вам надо, знаете, вот самая раздевалка заходится. И там, вот, смотрите, и Лада, они, по-моему, раздеваются, как раз рядом с этой раздевалкой. Они могут вам рассказать, я просто не видел. Непонятные поведения директора хоккейной школы Сергея Николаева. В редакцию поступило письмо, где сообщалось, что руководитель не желал общаться с представителями Лады и даже прятался от родителей. Вот и от нашей съемочной группы Сергей Николаев убежал. Правда, под благовидным предлогом. Но, как оказалось, подобное равнодушие свойственно не только саратовским функционерам от спорта. В школе ХК Лада переложили ответственность на родителей. Ну, честно, я тренера еще не видел. Как бы он рассказал, что был пожар, все такое, а более детально еще не разговаривал. Вы про директору школы разговариваете? Поэтому я пока не готов вам ответить. А вы как узнали об этом инциденте? Уже после того, как команда вернулась, или вам позвонили, рассказали? Нет, мне сразу директор с утра доложил. Вы директор, извините, тренер. А вы с Саратовом не пытались как-то связаться с местными руководителями? Понимаете, турнир был коммерческий. То есть не школа, то есть, за счет родителей это все было. И как бы, то есть, ну, наверное, права не имеем, потому что это оплачивалось все родители. Если бы школа все командировала, конечно, мы все бы спросили, там, и все это подали. А так это родители, а родители сами все это там, инцидент уложили, поэтому я не готов. И все же, последствия инцидента его участникам аукнулись. В областном Минспорта всю вину возложили на руководство Саратовской школы. В «Кристалле», значит, как мне доложил руководитель хоккейной школы «Кристалл» Сергей Геннадьевич Николаев, вечером при обходе помещения Ледового дворца «Спорт-Кристалл» обнаружили, что в одной из раздевалок команда, которая переодевалась в этой раздевалке из Самары, не выключила вентилятор, и в результате произошло возгорание хоккейной формы. Сгорело два комплекта, ну, не сгорело, а выгорело несколько, два комплекта хоккейной формы и хоккейные коньки. Было назначено служебное расследование, проверка, в ходе которой было выявлено нарушение пожарной безопасности, которые были допущены сотрудниками Ледового дворца «Спорт-Кристалл» и руководителя хоккейной школы «Кристалл», который несет непосредственно ответственность, Сергей Геннадьевич Николаев, привлечен к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор. Помимо этого, продолжаем мы дальше разбираться именно с персоналом. Сейчас мы усиливаем меры безопасности, проведем дополнительные инструктажи не только Ледового дворца «Спорт-Кристалл», а со всеми подвеностными учреждениями и со всеми учреждениями, в балансе которых имеются объекты спорта. Компенсация пострадавшей команде? Да, вчера мы буквально разговаривали тоже на эту тему, Сергей Геннадьевич доложил мне, что он уже связался со всеми родителями и проговорил, что те комплекты формы и хоккейные коньки, которые пришли в негодность, за счет них будут восстановлены. Насколько я знаю, это раздевалка, которая использует и «Кристалл», и «Автодор», это не та, которая использует «Автодор», это тоже использует «Кристалл». Сейчас уже там проводится ремонт, в ближайшее время она будет восстановлена. Ну а завершился турнир грандиозной дракой в последний день соревнований. В формате «Команда на команду» сошлись юные хоккеисты из Самары и Ростовской области. Видеодраки собрало более 70 тысяч просмотров в интернете. Судьи, которые обслуживали турнир, ничего криминального в этом инциденте не нашли. Правда, люди знающие говорят, что подобные разборки в детском хоккее – дело обычное. Якобы часто подобные установки юным спортсменам дают их наставники. На этом все. Играйте в хоккей. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова